Приветствую вас, и такое отношение мужчины, когда он как бы выставляет вам рамки, выставляет вам некий барьер для жизнедеятельности, для того вот, что вы делаете, говорит о том, что мужчина стремится вас подчинить себе. В определенной степени, конечно, подчинить себе. Он как бы хочет, чтобы вы жили по его правилам. То есть, вот вы пришли к нему в дом, вы как бы на чужой территории, и вы должны принять эти правила, которые он устанавливает, по его мнению. И на самом деле, тут ничего нельзя сделать. То есть, у мужчины есть в определенной степени свое видение ситуации, свое как бы мировоззрение относительно того, как должны быть расположены вещи в квартире, например, как должна быть убрана она и так далее. И это его право. Но, нужно понимать, что мужчина пригласил вас к себе домой. И он знает, что любая женщина есть хозяйка. И он, соответственно, не дает вам это делать. Не дает почувствовать себя хозяйкой. Соответственно, он хочет, чтобы вы были хозяйкой, но чтобы он был над вами хозяином еще больше. И вопрос заключается вот в чем. Устраивает ли вас такое отношение? Нравится ли вам то, что вам постоянно указывают место? Если нет, то логично предположить, что мужчину вам не переделать, а его не изменить. В чужой квартире, если у него есть своя, он жить, конечно же, не будет. Потому что там все не его, все же живое, а он никто. И раз он так вам указывает, значит, он склонен к доминированию, склонен к подчинению и склонен к лидерству. И это означает, что у вас, по сути, остается лишь только один выбор. То есть два варианта на выбор. Либо сказать ему, дорогой, прости, но меня так не устраивает. То есть, если ты считаешь, что я хозяйка, значит, я буду делать все по-своему. По-другому я не могу. Либо я ухожу. Или вы принимаете его позицию, принимаете его мнение, принимаете его видение того, как должно все обстоять в квартире. И занимаете то место, которое он вам отвел, указал. Все здесь зависит от вас. Вот какой выбор вы сделаете, такой и у вас будет жив. Если вы примете его позицию, если согласитесь делать так, как он, согласитесь с подчиненным положением, то придется во всем его служиться. И в этом нет ничего плохого, на самом деле. Просто, а если вас это не устраивает, если вам не нравится, что, грубо говоря, вас подчиняют, вы свободолюбивый человек, да, то тогда, естественно, вы не будете получать достаточного удовлетворения от жизни, от существования с ним. Отсюда будет скопиться негатив, недовольство, прочее. И в итоге ваша жизнь практиковать. Если вы дадите ему такой намек, что вот терпеть вы не хотите и место занимать, которое он вам отвел, тоже не желаете, то вы поставите мужчину перед выбором и как бы дадите ему возможность проявить себя. Ведь он может так делать чисто на интуитивном уровне. Ну, просто потому что он так привык. Он может не осознавать, что вас это как-то задевает, что вам это неприятно и так далее. И если вы скажете ему об этом, то вы до него донесите это, что для вас это важно. Мужчина в силу своей психологии не придает многим вещам такой важности, какой им придает женщина. И поэтому многие вещи для мужчины нужно наносить. Прям буквально на пальцах объяснять, как, чего и почему. И если вы это сделаете, и мужчина все равно будет продолжаться ставить на своем, то тогда у вас ничего не будет, не будет иного выбора, кроме как уйти. И все. Если вы не хотите занимать большинственное положение, мужчины вас не слышат, не желают уступать, то только один выход. В противном случае вы будете всю жизнь несчастливы. А несчастливая жизнь сделает несчастливыми и людей вокруг вас. Поэтому выбор принимать только вам, искать из ваших ценностей, приоритетов и желаний. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго.